С вами снова, как можно по мне заметить, Человек-Апельсин. И сегодня я бы хотела рассказать о своей охренительной покупочке. Вепка. Вот она, моя красотуля. Коробочка, конечно, какая-то не очень. Такое чувство, что она уже БУ. Но это вообще новая. Купленная в МВидео. Вот что бы еще хотела сказать. Видела всякие отзывы, типа, что на оригинальных камерах тут еще должна быть надпись, какая тут линза стоит. Стеклышко какое-то. Но я также слышала, что это все полный миф. Здесь у меня ничего нету. То есть просто надпись HD 1080p Logitech. Все. Так, а вот кому надо характеристики. Ну, типа, сравнение идет с 310 и 615. Тыры-пыры. На-на-на. Все понятно. Про характеристики хотела сказать, что вообще, в принципе, вот эти вот все технические циферки, которые тут написаны, они вообще особо ничего не дают. И, в принципе, искать камеры по цифрам нету смысла. Нужно смотреть по отзывам именно по тому, как она снимает. То есть какая картинка получается. Ну, все, мне кажется, знают, что 920-й одна из прям как бы топовых картинок, которые вообще могут быть. Я перелопатила кучу просто отзывов. Пересматривала по 10 раз обзоры с примерами съемки, то, как выглядит картинка. И не решилась покупать дешевую камеру, потому что, блин, такие грустные картинки невозможно. Мне кажется, я бы пожалела потратить там те же полторы тысячи, зная, что я могу доложить и купить прям камеру с супер-картинкой. Вот так вот. Вот поэтому у меня именно ты. Ну, все. Сейчас будем тестить. Воткнула камеру, идет установка. При этом сама она пока что не горит. Я сначала думала, что какой-то косяк, но нет. После того, как устройство у меня определилось, иду на официальный сайт Logitech и скачиваю программное обеспечение. Так, сейчас подключила вебку. Звук пока что будет идти с микрофона BM800, а потом я уже подключу вебочный звук. Сейчас добавлю в OBS-ку вебку. Средство захвата видео. Вот. В настройках я выберу пользовательское разрешение 1080p и частоту кадров 30. Выбрала частоту кадров 30, больше никаких настроек не ставила. Сейчас покажу картинку, как она на полный экран выглядит. Здесь сейчас стоят все автоматические настройки полностью, картинки именно. Хочу показать, как работает автофокус. Ну, это, конечно, сложное дело, но это не в камере дело, а в самой теме автофокуса. Автофокус работает хорошо. И сейчас возвращается на мое лицо. Сворачиваю камеру. Возьму немножко обрежу ее. Зажимаю Alt и обрезаю. Все. Так, теперь полезем в настройки. Значит так. Что здесь есть? Это стандартные все настройки, которые... Это все, что можно настроить в вебке. Так, сейчас все стоит полностью автоматическое. Вот автофокусировка. Если выбрать ручную, то это вот... Так, где самая близкая? Да, вот самая близкая. Это, наверное, сантиметра два от камеры. Так, возвращаем. Я автофокусировку всегда оставляю, потому что она полезна, мало ли чего. Райд Саунд тоже оставляю. Это звучание звука. На самом деле мне это не нужно, потому что у меня микрофон будет другой. Нет вебки. Но кто пишет с вебки, лучше выбирать Райд Саунд, потому что он что-то там режет шумы или что-то наподобие того. Так, дополнительные настройки. Я советую отключать все нахрен, всю автоматику и выставлять вручную, чтобы картинка не скакала туда-сюда. Когда вы уже выставили полностью свет, ну, то есть освещение, вы знаете, у вас будет, если это какой-то там игровой стрим в полной темноте, или вы лампы настроили, все на себя. Сейчас за мной тень, потом я ее уберу посредством убирания лампы и уже покажу грин-скрин. Ну, пока что включила лампу, то там она на самом деле достаточно яркая, где-то 100 ватт, наверное. Хреначит мне в лицо. Что мы делаем? Когда свет настроили, я как советую, так, конечно, делать не обязательно, но я делаю именно так. Я, значит, отключаю Райт Лайт, потому что он блокирует мне выбор автоматической или неавтоматической настройки. Так, отрубаю Райт Лайт. В принципе, я могу оставить все, как есть сейчас, потому что она автоматически построила все красиво, хорошо. Ну, можно поиграться, вот так убираю автоматически, и, например, могу баланс белого поменять, сделать более холодную картинку. Также там интенсивность, кому нужно менее яркую или более яркую картинку. Это все абсолютно индивидуально. Так, предотвращение мерцания. У меня сейчас стоит нормальная лампа, которая не мерцает ни при каких случаях, но до этого я ставила лампу меньшей мощности, и она мерцала в любом случае, какую-то тут настройку не выбери. Вот, ориентация изображения у меня сейчас почему-то неактивно. Бывает, что она пропадает, вот эта, ну, возможность выбора. Я как-то раз поставила зеркальную, потому что мне так больше нравится наблюдать себя в этом мониторе. Ну, это уж тоже кому как хочется. Вот, собственно, и все. Самый главный совет — это убрать все автоматические настройки. Больше тут ничего особо делать не нужно, потому что картинка на самом деле очень хорошая. Сейчас уже поиграемся с микрофоном, а потом я покажу, как заменяю зеленый экран. Как изменяется звук. На этой вот дорожке выбираем свойства и выбираем здесь. Вот у меня сейчас стоит микрофон, и вот веточку окей. И теперь у нас основной звук идет с вепки. Я, понятия не имею, какой звук идет. Скорее всего, очень тихий. Если приблизиться почти вплотную, то примерно вот так. Сейчас остановлю и послушаю как-то. В общем, оказалось, что звук более-менее по громкости нормальный, но тем не менее дохренища шумов и прочей какашки. Поэтому можно полазить в настройках OBS, если вы, конечно, собираетесь пользоваться OBS, а не там, а не скайпом, например. В скайпе я не знаю, как шумы, наверное, никак не получится порезать. Чтобы порезать шумы OBS, заходим в фильтры нашей вепки и добавляем сюда шумоподавление. Ставим на минус 60, например. И окей. Сейчас уже звук должен идти с шумоподавлением. Не знаю, насколько это получилось. Короче, прослушивая этот звук, по-моему, не получилось абсолютно ничего. Мой совет пользоваться какими-то плагинами. Ставлю внизу ссылку, где можно скачать какую-то штуку, которая будет улучшать немножко голос, потому что звук, как из консервной банки какой-то. Мне вообще не нравится. Это ужасно. Поэтому я заказала себе микрофон. Спасибо огромное китайцам. Чего я без них делала? Вот так вот. Ну, для пользования скайпом, я думаю, звук вполне... Главное, что всё слышно, всё чётко. Звук, правда, немножко писклявый. Но зато не тихий. Нормально. В настройках именно... В самых... В самых... В самых... В самых винтовых настройках я никакие усиления не ставила. Там у меня есть выбор только просто самого громкости микрофона, и всё. Вот так вот отключу этот ужасный звук и попрощаюсь с нормального микрофона. Ну всё, поставила нормальный звук, и я теперь счастлива. Просто сегодня пришёл микрофон, и я решила наконец дозаписать свой обзор на эту вебку. Чуть позже, наверное, сниму микрообзор на микрофон BM800 заказан с Алиэкспресса. Кому интересно, потом посмотрите. Можете подписаться, чтобы не пропустить это видео. Ну вот, собственно, и всё. Вебка работает. Картинка у неё охренительная. Мне очень нравится. Шустрое. Все резкие движения в 30 фпс видно чётко. Чё ещё нужно? Вообще, я как бы не собираюсь, наверное, оставить, только если какие-то разговорные видео буду снимать на неё. 1080p. Скорее всего, можно оставить и 720, и 450, потому что картинка всё равно будет маленькая. Но при этом картинка хуже не станет. Это точно. Я, в общем, очень довольна, что я не купила более дешёвую камеру. Иначе я бы, наверное, сходила с ума, потому что я такой как-то педант или как это назвать когда-то. Когда-то очень сильно зависимо от эстетики всего, что происходит с тобой. Так, теперь идём делать хромакей. Значит, идём в фильтры. Добавляем хромакей. Окей. Здесь автоматически стоит зелёный цвет. Нам лучше выбрать свой. Пикс-скрин-колор. А, забыла опять. Нужно сначала отключить просмотр фильтра. Нажимаем выбрать пикс-скрин-колор. И выбираем где-то средний цвет между самым светлым участком полотна и самым тёмным. Нам нужно немножко... Хотя, не знаю, нужно резать. Сейчас попробуем так. Немножко мне не нравится. дадим ещё раз. Окей. Так. Вот. Стало что-то получаться. в принципе, мне нравится даже такой результат. Все краюшки вот эти вот некрасивые можно будет обрезать. Все. Применяем тогда так. И обрезаем всё, что нам не нравится. Ну, все. Будет такая морда на экране. Ну, вот. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте Льюисы, Лукасы и прочие штуки. Трогайте колокольчики. Все. Всем пока.